Книга из серии «Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения». Эрих Марии Ремарк «Триумфальная арка». Французы за соседним столиком всё ещё трепались про своё правительство, о позоре Франции, про Англию, про Италию, про Чемберлена. Слова, слова. Пока эти болтают, те другие действуют. И вовсе не потому, что они сильнее, просто решительнее. Не потому, что они мужественнее, просто знают, что опоры не встретят. Ладно, ещё отстрочка. Но как её используют? Чтобы срочно вооружиться? Наверстать упущенное? Хотя бы собраться силами? Нет. Чтобы просто наблюдать, как вооружаются другие. Сидеть, сложа руки, и ждать, уповая на новую отсрочку. Как стадо моржей. Их на берегу сотни, а между ними прохаживается охотник с колотушкой. И по очереди забивают одного за другим. Вместе. Они бы вмиг стёрли его в порошок. Но каждый лежит, смотрит, как убиваются родичи. И даже не шелохнётся. Ведь убивают-то соседей. Правда, одного за другим. Вот она, европейская история. История моржового стада. Кровавый закат цивилизации. Жалкие немощные сумерки богов. Устопорожные лозунги о правах человека. Распродажа континента. Вода всё прибывает, надвигается потоп. А на берегу лихорадочный торг за последние барыши. Всё тот же угогий ансамбль песни и пляски на краю вулкана. Народы, покорно придущие на скотобойню. Овец прирежет. Блохи спасутся. Как всегда. Раич огляделся вокруг. Почему всё это? Только что, совсем недавно, был сизый вечер. Мягкий, крупкий и пушистый. Как голубь. Мертвецов похоронили. А сам зубами вгрызайся в жизнь. Век недолг. Главное выстоять. Когда-нибудь ты ещё понадобишься. Ради этого стоит уцелеть. И быть наготове. Раич позавчера купил книги на случай бессонницы. С книгами вообще странная штука. С годами они становятся всё важнее. Конечно, они не способны заменить всё, но проникают в тебя глубже, чем что-либо иное. Ему вспомнилось. В первые годы на чужбине он книгам вообще не притрагивался. Всё, о чём в них повествовалось, меркло по сравнению с тем, что пережил он сам. Зато теперь они стали бы, как вроде, оборонительным щитом. Защитить, правда, не защитят, но хотя бы преминуть, опереться можно. Не бог весть, какая подмога. Но во времена, когда наползает сплошной мрак, они хоть как-то спасают от безысходного отчаяния. А это уже не мало. В сущности этого достаточно. В них были мысли, плоды чьих-то раздумий, над которыми сегодняшний мир презрительно посмеивается. Но люди думали не зря. Мысли-то останутся. И одного этого достаточно.